Всем привет! Сейчас вы услышите пересказ сюжета двух спортивных короткометражек о самом эпичном теннисном матче и захватывающей велогонке, вошедшей в историю. Фильм первый. Семь дней в аду. 2001 год. Уже седьмой день длится величайшее противостояние между Чарльзом Пулом и Эроном Уильямсом. Счет в пятой партии 103-102. Эрон не реализовал свой 67-й матчпоинт подряд. С чего же все началось? 1995 год. Эрон Уильямс – хулиган из мира тенниса, уличный мальчишка. Его усыновил отец Сирены и Венус Уильямс и научил играть в теннис. Эрон стал выдающимся спортсменом, но с приходом славы на первый план вышли вечеринки. Он постоянно отвисал в компании Дэвида Копперфилда. В финале Уинбилдона 1996 года у Эрона появилась возможность стать первой ракеткой. Эрон был в великолепной форме. До победы оставалось одно очко. Но во время подачи мяч попал в судью и убил его. Эрону следовало бы закончить матч, но он продолжил, потому что он козел. «Убийца!» – выкрикнули с трибуны. И в итоге Эрон проиграл турнир. Когда ему дали слово, он начал поливать дерьмом Англию, местную кухню и тёлок, как он выразился. А в конце даже толкнул герцога, члена королевской семьи. Случился скандал на весь мир. Покеда, теннис, произнес Эрон и исчез. Чарльз Пул был в Ундеркиндом и с трёхлетней выпускал ракетку из рук, потому что мама разлюбит его, если он станет вторым. В 1996 году Пулу было всего 15 лет, и он мог стать самым молодым профессионалом. Вот только беда, он был невероятно туп. В училище он получил диплом водителя грузовика. Он привлекал ведущего, и тот постоянно просил, чтобы Пул показывал ему свой пресс. Мамаша Пула – настоящий цербер, которая реализовала через сына свои несбывшиеся мечты. Два года спустя Эрон объявился в Швеции, где занялся дизайном мужских трусов. Однако разработанные им трусы с дырочкой для мошонки очень натирали, и мужчины становились бесплодны. Общий иск от пострадавших составил 12 миллионов долларов, и Эрон оказался в тюрьме. Правда, шведская тюрьма – это далеко не худшее место для обитания. Перед Уимблдоном 2001-го Пул рассказывает о тонкостях игры в теннис. Он должен отбивать мяч на другую сторону корта, желательно туда, где нету человека. Ведущая спросила, считает ли Пул, что играет лучше, чем бывшая звезда Эрон Уильямс. «Да», – ответил он. Дольф Лунгрен в тот момент находился рядом с расстроенным Эроном. Теннисист и дизайнер трусов сбежал из шведской тюрьмы, а по закону Швеции побег приравнивается к досрочному освобождению. Все уверены в победе Пула, но на него оказывается невероятное давление. Англичане не побеждали на Умблдоне с 36-го года. Ему позвонила сама королева. Она рассчитывает только на победу. Но вдруг в большой теннис вернулся Эрон Уильямс. А ведь он даже сделал на пузе тату. Нахрен теннис. Герцог был против. Но его убедили, что американец позорно проиграет именно англичанину. Форму для спортсменов предоставляют спонсоры. Эрона никто не хотел спонсировать, кроме одного бренда джинсовой одежды – Джордош. Это 1-8 финала, и Пол должен был налегке пройти соперника. У Эрона не было ни одного шанса. 30-летний потрёпанный наркоман, который уже многолетний играл в теннис. Первый сет длился всего 21 минуту и закончился со счётом 6-0. Но в игру вмешалась погода. Матч отложили на день. Эрон настолько плохо играл, что Джордош отказался от него в первый же день. А на второй случилось чудо. Уильямс будто заново родился. Это как езда на велосипеде. Тело всё помнит. Но на самом деле многие подозревали, что этот прилив энергии вызван чем-то противозаконным. Просто Эрон спрятал кокаин в бутылочках с водой, в ракетке, в кулоне и даже в разметке на корте. Но не забывайте, тогда кокаин ещё не был запрещен по закону. Кокаин всегда был запрещен. В общем, Эрон играл так хорошо, как никогда прежде. Второй игровой день закончился со счётом 2-2. Ни один матч ранее не длился 3 дня. Пулу оставила сообщение королева. Она требует, чтобы англичанин выиграл. Пулу справляется с напряжением как может. Матч продолжился на рассвете. Игра снова была выдающейся. Теннисисты вгрызались в каждое очко. Правила в теннисе таковы, что пятый сет может длиться вечно. Пока один из спортсменов не выиграет два гейма подряд. Ночью Пулу снова позвонила королева. Слушай сюда, Лошпет. Тупой не доделаешь. Ты позорище на всю страну. Королева пригрозила парню. Лучше ему не проигрывать. Четвёртый день также не выявил победителя. Зато Эрон вдруг заявил, что нашёл своего настоящего отца англичанина. По имени Эндальгин Хампердинг. Поэтому он также является верным сыном Англии. Это был гениальный психологический ход. Ведь Пул был единственным англичанином в большом теннисе. Он всем уже надоел. И зрители отвернулись от парнишки. В гостинице его ждал пугающий гость. В лифте его избила королева Англии. Да так, чтобы не было видно синяков. Англичане кричат, что любят Эрона. Но вдруг произошла трагедия. В его машину врезался грузовик. Его сбил грузовик? О нет. На тот момент почему-то никому не пришло в голову, что именно Пул был дипломированным водителем грузовика. Но несмотря на сломанную руку, правша Эрон вышел на корт и смог играть левой рукой. На 170-м гейме спортивные психологи решили, что эти спортсмены просто согласились вот так провести остаток своей жизни. Это их устраивало. Однако Чарльз решил все-таки закончить партию прямо сейчас. Но вдруг случилось то, что никто не мог предугадать. У него на плечах появился Дэвид Копперфильд. Хитрец подмигивает. Мол, он ошибся и собирался оказаться на статуе свободы. После этого случая Пол больше не мог собраться. Его измучил страх, что на плечах в любой момент появится фокусник. Казалось, что матч никогда не закончится. Перед седьмым днем вдруг появилась видеозапись, на которой Эрон переспал с девушкой-англичанина. Пол напал на него, и открылась самая сокровенная тайна американца. Он облысел еще в 13 лет. Корт посетила королева. Они с Эроном обменялись любезностями. Напряжение достигло точки кипения. Уже почти дошло до драки. Спортсменов удерживает охрана. Но королева произнесла, пусть будет битва. Соперники добежали до сетки и, ударив ракетками по голове, убили друг друга. Так все и закончилось. Всем показалось правильным похоронить их вместе. В одном гробу. Будь они футболистами или боксерами, это была бы ужасная трагедия. Но они теннисисты. Да и хрен с ними. Фильм второй. На колесах. 1982 год. 13 этап Тур де Франс. Итальянец Джуджу Петти вырвался вперед. Он облегчился, не слезая с седла. Жаль, он при этом ехал в гору. Джуджу показывает невероятный результат. Как ему это удается? И тут на спуске его сердце не выдержало. Хотя еще 12 километров никто не понимал, что он мертв. В крови Джуджу обнаружили огромный перечень всевозможных наркотиков и препаратов. Так Джуджу обеспечил себе преимущество. И он был не один такой. Не случайно Тур назвали аптечным. Слим Робинсон пытался быть первым во многих видах спорта. Но выделиться ему удалось только в велоспорте. Последнем виде спорта, где он мог переступить расовую черту. На самом деле Майк Тайсон в детстве также больше всего любил кататься на велике. Но однажды велик сперли. Майк нашел вора и понял, что дерется он лучше, чем крутит педали. В том году пал не только расовый барьер. Адриана Батон переоделась в мужчину, чтобы участвовать в гонке. Ненадолго она стала Адрианом Батоном. В том же году в знаменитой велогонке Нигерию представлял африканский велогонщик Марти Хаас. Отцу Марти принадлежала алмазная шахта. Уже в юности Марти стал лучшим в стране, потому что у остальных велосипеды были деревянными. Для меня большая честь представлять Африку. Другие нигерийцы, да и в принципе темнокожие, ненавидели Хааса. Открыто о допинге никто не говорил. Но достаточно было, например, взглянуть на австрийца Диттера Густавсона. Вот так он выглядел год назад. Тот Тур-де-Франц был особенным. Хотя бы потому, что каждый участник был на допинге. Все 170. А все потому, что в том году человек, ответственный за проверку на допинг, открыл для себя кредитные карты. Он давал кусок пластика и в обмен получал крутую тачку. Ну или лошадь. Спустя три месяца он должен был банку уже 16 миллионов долларов. Дитмир Клеркен пообещал спортсменам, что не будет их проверять, если те заплатят ему по 50 тысяч долларов. День первый. Джуджу Петти впереди. По дороге он решил облапать свою фанатку. И это привело к жуткой свалке. Началась самая крупная потасовка в истории Тур-де-Франц. Правда, по мнению Майка Тайсона, велосипедисты дерутся как бабы. Велогонщики отличаются невероятной выносливостью, но большинство дерется как бабы. Единственный, кто действительно рвал, был Диттер. Это была всего лишь самооборона. Из-за побоища первый день велогонки был отменен. Неожиданно на месте свалки была найдена бутылка со встроенным шприцом. Полицейский уколол палец, и вещество подействовало как афродизиак. И мужик сел на микрофон. Случился громкий скандал. Дитмара вызвали для дачи показаний. И он случайно сразу же признался насчет взяток. Это правда? Да, это правда. То есть нет, конечно нет. А, фок, чёрт. Теперь вы не поверите мне. Из 170 человек только пятеро не отослали Диттеру чеки. Комитет решил не отменять гонку. Репортер Рекс едет наравне с лучшими велосипедистами мира. И попутно берет у них интервью. Пятерка договорилась постоянно менять лидера. Потому что он разряжает воздух. И ему намного тяжелее, чем другим. Это называется драфтинг. Другие расходуют намного меньше энергии. Но спортсмены не разобрались в очереди. И теперь ни один из них не хочет выходить вперед. Гонка буквально застыла. Слиму потрясающе удается ехать медленнее остальных. Остановившись вовсе, парень повстречал Фабьен. И отлучился. Медленная гонка закончилась тогда, когда кто-то начал кричать Диттеру, что он не умеет быстро ехать. Подобные говорят и журналисты. Это взбесило вспыльчивого австрийца. И он поехал по-настоящему быстро. Он начал бить рекорды. И это вызвало подозрения у полиции. Во время обыска у него в холодильнике была найдена кровь. Это кровяной допинг. Так он повышал уровень потребления кислорода. Густав решил добавить себе в кровь эритроциты гепарда. По этой причине его дисквалифицировали. На следующий день погиб Джуджу Петти. Слим Робинсон завис на окраинах Марсаны. Он с Фабьен теперь занимается фермерством. А велосипед используют для доставки продуктов. Стоит заметить, что я, наверное, первый черный молочник во Франции. Остались только Марти Хаас и Адриан Батон. И спортсмены в один момент поняли, что их начало тянуть друг к другу. Они сделали перерыв для Перепихона. Только тогда Марти узнал, что Батон это не парень. Он пообещал сохранить тайну соперницы. Вот так они стали первой открытой гей-парой среди спортсменов. Французы с удовольствием освещали возникший роман. Участники соревнования связали велосипеды веревкой, чтобы не было победителей и проигравших. До конца гонки оставалось два дня, а интерес к туру практически иссяк. Я парень на велике, который едет за парой геев, связавших свои велосипеды веревкой. На последнем этапе крайне унылой гонки выяснилось, что ведущий Рекс также может участвовать в соревновании, так как проехал все этапы гонки. И он оказался очень крут. Адриана, понимая, что они так точно вдвоем проиграют, отвязала веревку и накинулась на соперника. Из-под футболки выглянул бюстгальтер, и все поняли, что Батон – это девушка. Но это не все. Обнаружилось, что Рекс все это время ехал на велосипеде с мотором, и потому не отставал от профессионалов. Марти остался в гордом одиночестве и должен был стать новым чемпионом. Но вдруг показался Слим. Он не смог выбросить спорт из головы. Велосипедисты идут ноздря в ноздрю. Кто же победит? Слим Робинсон с большим отрывом. С другого ракурса казалось, что они рядом. Марти очень жаль, что африканец не победил в этой велогонке. Столкновения с Рексом сочли убийством, потому что он умер. За это Батон приговорили к 35 годам тюрьмы. Субтитры сделал DimaTorzok